Здравствуйте! В эфире новости на телеканале CBC в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Лачинхан-Кенди продолжается уже 37-й день. Экоактивисты требуют прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Пока Швеция будет игнорировать провокации террористов, Турция не поддержит заявку на вступление этой страны в НАТО, заявил министр юстиции Бекир Боздак. Коррупционный скандал в Европарламенте набирает обороты. Начата процедура снятия депутатской неприкосновенности с четырех парламентариев, которые подозреваются во взятничестве и растрате бюджетных средств. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдулаева встретилась с министром Европы и иностранных дел этой страны Катрин Колонна. Об этом дипломат сообщила на своем твиттер-аккаунте. Несколько дней назад Лейла Абдулаева вручила верительные грамоты президенту Эммануэлю Макрону. Глава французского правительства поздравил посла с назначением и заявил, что Франция является дружественной Азербайджану страной, и установление мира в регионе отвечает интересам официального Парижа. Ряд испаноязычных новостных изданий опубликовал материал об акции протеста экоактивистов на дороге Лачинхан-Кенди. В интервью изданию один из экоактивистов Тагрул Аллахвердиев заявил, что акция протеста продолжается, несмотря на непогоду. Они продолжают настаивать на прекращении незаконной эксплуатации ресурсов Азербайджана, месторождений Кызылбулак и Демерли. Испаноязычная пресса доводит до внимания аудитории, что 12 декабря минувшего года экоактивисты начали мирную акцию на дороге Лачинхан-Кенди из-за препятствий, чинимых азербайджанским специалистам, проведение мониторинга на шахтах, расположенных в этом районе и незаконно эксплуатируемом Армении. Акция направлена не только против разграбления природных ресурсов Азербайджана, но и нанесения ущерба окружающей среде, поскольку эксплуатация осуществляется без учета правил экологической безопасности. В статье отмечается, что протестующие пропускают только автомобили российских миротворцев, Красного Креста и машины скорой помощи. За ходом мирной акции на дороге Лачинхан-Кенди следит наш коллега Сулейман Калимулин. Он выходит на прямую связь со студией. Сулейман, здравствуй. Какие у тебя новости к этому часу? Здравствуйте, Лидия. Да, действительно, мирная акция протестов продолжается. Съемочная СБС с первого дня данная акция находится здесь, на отрезке дороги Хан-Кенди-Лачи, наслеживает все последние события. Хочу сказать, что причиной данной акции стало воспрепятствование проведения мониторинга со стороны армянских сепаратистов на месторождениях полезных ископаемых Тамирли и Газелбулаг. В Тамирли непосредственно добывается молибден и медь, а в Газелбулаге золото. Именно это и также экологический геноцид, царивший на территории Азербайджана на протяжении 30 лет, на протяжении оккупации Карабаха. Я напомню, что армянские сепаратисты регулярно наносили ущерб экологической среде Азербайджана. Незаконная вырубка лесов, незаконная эксплуатация водных ресурсов, месторождение полезных ископаемых. Все это было на протяжении 30 лет на территории Карабаха, и сейчас активисты уже 37-й день здесь на отрезке дороги Ханкянди-Лачин скандируют лозунги с призывом остановить экологический геноцид, с призывом сохранить природу. Хочу отметить, что в целом настроение у активистов достаточно позитивное. Несмотря на холодную погоду, ночью здесь бывает порядка минус 7-10 градусов, сейчас здесь 3 градуса тепла, вышло солнце, но достаточно морозно. Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 10 сантиметров, но непогода не является причиной остановки акции, не является помехой для активистов. Акция продолжается уже 37 дней, и активисты не раз говорили, что она будет продолжаться, пока все требования активистов не будут выполнены, а именно проведение мониторингов на месторождениях полезных ископаемых, которые находятся на территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы. В целом, хочу отметить, что, как я говорил ранее, армянская сторона на протяжении 30 лет наносила ущерб экологии Азербайджана, и данная проблема стала не локальной только для Азербайджана, она стала региональной для всего Южного Кавказа, так как экология и природный баланс в регионе один, и нарушая ее в одной из стран, она непосредственно, конечно, нарушается и в других странах. И даже после окончания Второй Карабахской войны, в результате которой Азербайджан восстановил территориальную целостность страны, армянские сепаратисты продолжили наносить ущерб экологии Азербайджана, экологии всего региона, регулярно сбрасываются химические ядовитые вещества в реку Охчучай. И именно вот такое отношение к природе стало причиной, почему уже 37 дней здесь активисты скандируют лозунги, собрались. Я хочу напомнить, что акция продолжается и ночью, и днем, несмотря на бессонные ночи, несмотря на холодную погоду, акция не останавливается. В целом также хочу отметить, что настроение у активистов позитивное, на протяжении вот больше месяца мы здесь, и за это время, за эти 37 дней здесь прошел целый ряд флешмобов. Это еще раз доказывает, что активисты на позитиве, им здесь не скучно, они не раз отмечали, что для них это большая честь принимать участие в исторических событиях, быть сегодня здесь, в городе Шуша. Хочу также отметить, что вот, как вы видите, никаких баррикад, заборов, препятствий для движения транспорта здесь нет. Российские, колонны российских миротворцев регулярно проезжают по данному отрезку дороги, как из Ханки-Анди в Лачин, так и заезжают в Ханки-Анди. Каких-либо препятствий в движении транспорта нет. Регулярно как транспорт российских миротворцев, так и автомобили Красного Креста, так и машины скорой помощи проезжают по данному отрезку дороги. И активисты, волонтеры, наоборот, стараются максимально создать условия для комфортного движения транспорта по данному отрезку, чтобы каких-либо препятствий в движении транспорта здесь не было. Держим вас в курсе событий, передаю слово вам, Лидия. Большое спасибо, Сулейман. Я напомню, что на прямую связь со студией выходил наш коллега Сулейман Калимуллин. Съемочная группа телеканала CBC продолжает отслеживать ход мирной акции на дороге Лачин-Ханки-Анди. Министр юстиции Турции Бекир Боздак заявил, что они не поддержат заявку Швеции наступления в НАТО, пока Стокгольм будет игнорировать провокации террористов. Боздак подчеркнул, что Свеция должна выполнить свои обязательства в рамках договоренности с Анкарой, так как ранее власти страны наряду с Финляндией пообещали поддерживать Турцию в сфере безопасности, включая борьбу с терроризмом. Ранее правительство Турции передало Швеции и Финляндии список лиц, подозреваемых в терроризме, но Стокгольм и Хельсинки так и не выдали их. Также напомним, что 11 января прошла акция сторонников рабочей партии Курдистана, признанная в Турции террористической организацией. Турция потребовала привлечь организаторов акции к ответственности, однако шведская прокуратура отказалась начинать расследование, объясняя это тем, что не увидела в действиях протестующих ничего противозаконного. Европарламент начинает снимать неприкосновенность еще двух своих депутатов. По запросу брюссельских следователей, председатель Европарламента Роберто Минцоло возбудила в Страсбурге процедуру в отношении Марка Тарабеллы из Бельгии, а также итальянца Андреа Коциолина. Комитет по юридическим вопросам теперь даст двум евродепутатам шанс изложить свою позицию, прежде чем вопрос будет поставлен на голосование всеми законодателями на февральской пленарной сессии. Если иммунитет будет снят, бельгийские власти смогут допросить двух подозреваемых и предъявить им любые обвинения. Председатель Европарламента также заявила о намерениях парламента выбрать члена, который заменит Еву Кайли на посту одного из вице-президентов. Я получила запросы от компетентных органов Бельгии о лишении депутатских иммунитетов господина Андреа Коциолину и Марка Тарабеллы. Эти запросы были переданы в комитет по правовым вопросам. Мы также хотели бы сообщить вам, что в среду 18 января мы приступим к выборам нового вице-президента Европейского парламента, который заменит Еву Кайли. Как сообщалось ранее, евродепутатов от Бельгии, Италии и Греции подозревают в коррупции в рамках скандала, связанного с проведением Чемпионата мира по футболу в Катаре. Кроме того, Кайли наряду со своей коллегой Мария Спираки предположительно была замешана в мошенничестве с выплатами вознаграждений, в частности, помощником парламентариев. Неделя устойчивого развития Бубдаби в очередной раз объединила глав государств, политиков, инвесторов, предпринимателей и молодежь, которые заинтересованы в будущем нашей планеты. Свои обсуждения они посвящают смелым климатическим действиям и инновациям. В официальной церемонии открытия в качестве почетного гостя принял участие президент Ильхам Алиев. Глава государства выступил с речью, в которой акцентировал внимание на усилиях Азербайджана по развитию альтернативных источников энергии, а также рассказал о существующем энергетическом потенциале страны, в том числе и на освобожденных территориях. Тему продолжим мы с нашим гостем. На прямую связь со студией выходит политолог Гадир Аслан. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Накануне завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты. В том числе, как я уже отметила, глава государства принял участие в официальной церемонии открытия недели устойчивого развития Абу-Даби. Как в целом вы оцениваете сотрудничество Азербайджана с арабскими странами? Я сначала хочу подчеркнуть, что господин президент на днях дал интервью местным журналистам и в других своих выступлениях неоднократно заявил, что Азербайджан превращается в хаб-центр торговли энергоносителей и других так далее. И я еще хочу подчеркнуть, что вчерашний саммит или конференция, или собрание, можно сказать, был плодотворным в плане, что Азербайджан усиливает свои позиции в этой категории. И наши отношения с арабскими странами особенно усиловались после 1917 года, когда Азербайджан объявил 1917 год годом исламской солидарности и провел Олимпийские игры мусульманских государств. И в том же году Азербайджан провел бизнес-форум с арабскими странами Персидского залива и в конце этого бизнес-форума заключились договора. Но Азербайджан сотрудничает не только с богатыми арабскими странами, в том числе так называемыми с бедными. Так как вы знаете, в начале прошлого десятилетия, в особенности арабские страны, которые находятся на севере Африки, пережили арабскую весну, так называемые народные революции. После чего обрушились их экономики, резкий рост инфляции и нехватка продовольствия. В этом плане тоже Азербайджан сотрудничает с этими арабскими странами и в сферах сельскохозяйства, образования, здравоохранения и продовольствия. Азербайджан вместе со своим надежным союзником Израилем продолжает строить стабильность и процветание в регионе Близного Востока. И Азербайджан своего рода превратилась в проповедника мира, в мировом сообществе. И так как вы знаете, Израиль заключил мирные договора с четырьмя арабскими государствами, объединенными Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом. И после чего мир уже начинает наступать в Ближний Восток. В этом плане, в этом смысле Азербайджан тоже играет большую роль. Потому что Азербайджан не только является надежным партнером в качестве поставщиком энергии, энергоносителей, но и сотрудничества и стабильности, которые строятся со стороны Азербайджана в этом регионе. Как вы отметили, в последнее время отношения Азербайджана с государствами арабского мира становятся все более интенсивными. Вспомним также саммит Лиги арабских государств в Алжире в прошлом году, куда президент Ильхам Алиев также был приглашен в качестве почетного гостя. То есть авторитет Азербайджана с каждым годом неуклонно повышается. Ведущие арабские страны заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Как вы считаете, точнее как вы оцениваете роль азербайджанского лидера в повышении авторитета страны на международной арене? Я считаю, что у нас есть мудрый президент, который с великолепной мудростью смог выстроить особенные международные отношения с нашими западными партнерами, восточными партнерами, в том числе арабскими партнерами в Ближнем Востоке. И наш лидер, господин президент, тоже неоднократно заявил, что мы будем развивать позицию Азербайджана, усиливать позицию Азербайджана. И в этом плане позиция Азербайджана учитывается и высоко ценится со стороны арабских государств. И так как вы отметили, господин президент выступил с великолепной речью в этой саммите, который прошел в Алжире, и после чего тогда в своем речи он даже подчеркнул о геноциде алжирцев в ходе Второй мировой войны. И со стороны Франции в этом смысле Азербайджан является не только партнером, но и духовным покровителем своего рода арабских стран, который озвучивает свои беды, которые пережили арабские государства, арабские народы. Азербайджан всегда придававший особое значение связи с арабскими странами. Мы можем сделать вывод, что установил основанный на взаимном доверии и интересах отношения с арабскими странами. Как вы можете прокомментировать поддержку столь авторитетной международной площадки в вопросе территориальной целостности страны? Ну я хочу, что после Второй Карабахской войны, хочу подчеркнуть, что позиция Азербайджана усилилась, потому что вооруженность силы Азербайджана за кратчайшее время мог деоккупировать наши земли. И после чего в военном плане и международных отношениях Азербайджан усилилась и в стратегическом плане. И после чего наши партнеры среди арабских стран тоже начали уважать позицию Азербайджана и поддерживать Азербайджана. Что очередной раз доказывает, есть такая поговорка у англичан, что означает лучше быть воином в саду, чем садовником в войне. Азербайджан усилует свои военные позиции в этом качестве и передает наглядный пример другим странам, которые нуждаются в этом. Спасибо огромное. В то время как другой караван застрял в городе Ика, поскольку полиция заблокировала их проезд. Мы прибыли сюда с мирными целями на наших небольших транспортных средствах, с едой, одеждой, чтобы иметь возможность добраться до Лимы и выразить свой протест против деятельности этого правительства, которое наносит вред нашей стране. Антиправительственные протесты начались в начале декабря 2022 года, когда бывший президент страны Педро Кастильо был отстранен от должности, а затем задержан после незаконной попытки распустить Конгресс. Демонстранты призывают нынешнего президента Дину Булуарте уйти в отставку, а также требуют досрочных выборов, новой Конституции, полного закрытия Конгресса и освобождения Кастильо. В ходе ожесточенных столкновений между демонстрантами и силовиками погибли 42 человека, в том числе один полицейский. В Днепре продолжается разбор завалов дома, разрушенного российской ракетой. Об этом накануне вечером в ходе традиционного видеообращения к народу заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что в общей сложности поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме во время удара и чья судьба была неизвестна. Между тем, Турция усиливает свою роль в качестве посредника между Москвой и Киевом. Так, по словам министра национальной обороны Халуси Акара, руководство Турции должно сохранять возможность для ведения полноценного диалога с Россией и выполнения роли посредника между Москвой и Киевом. Относительно 22 человек, оставшихся под завалами в результате удара ракеты по жилому зданию в Днепре, уже удалось выяснить информацию, заявил президент Украины Зеленский. В результате поисковых работ стало известно также о 40 погибших, среди которых 3 ребенка. Украинский лидер подчеркнул, что служба безопасности страны начала установление информации о российских военных, подготовивших и нанесших удар по жилому зданию. Случившееся в Днепре то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне. То, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении. Все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия всех участников коалиции защиты Украины и свободы и ускорять принятие решений. Между тем, Турция усиливает свою роль в качестве посредника между Москвой и Киевом. Так, на прошлой неделе в Анкаре состоялось несколько встреч амбудсменов Украины и России. В конце переговоров было достигнуто принципиальное соглашение об обмене примерно 40 списками, большинство из которых включали раненых гражданских и военных. Главный амбудсмен Турции Шереф Малкоч заявил о продолжающихся усилиях по открытию гуманитарного коридора с целью обмена пленными между Украиной и Россией. По его словам, механизм, который необходим для формирования и деятельности гуманитарного коридора, будет регулироваться Истамбула и на данный момент находится в процессе создания. Малкоч напомнил, что аппарат амбудсмена Турции на минувшей неделе организовал в Анкаре встречу с выше 70 амбудсменов из 41 страны мира. По его словам, для формирования гуманитарного коридора в Украине необходима политическая поддержка. Мы хотели бы создать гуманитарную платформу, центром которой станет Стамбул. Точнее, с этим предложением мы обратились около трех месяцев в ЮНИСЕФ, а амбудсмены Турции и РФ позитивно восприняли эту идею. Амбудсмены двух стран четырежды встречались в рамках мероприятия при посредничестве Турции и четырежды по собственной инициативе. Вместе с тем, для реализации такой инициативы необходима поддержка политических властей. Амбудсмены не в силах самостоятельно сформировать этот коридор, не имея подобных полномочий. По данным CNN Turk, ожидается, что в ближайшее время президент Турции Реджеп Таип Эрдуган может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским для принятия решения об открытии гуманитарного коридора. О важности роли Турции в качестве посредника в конфликте в Украине говорят и мировые лидеры. Турция может и уже многое сделала. Вместе с ООН, Ватиканом, Китаем и США она может сыграть решающую роль в том, чтобы подтолкнуть стороны к началу переговоров по Украине, которые, в свою очередь, приведут к прекращению огня и возможному миру. Ранее Киев, Харьков и Одесса также пострадали в результате ударов, которые, по словам Москвы, были направлены против военной и критически важной инфраструктуры. Прошло две недели с момента последней волны российских атак на энергосистему Украины. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Украину для обеспечения постоянного присутствия экспертов на всех атомных объектах страны. В ходе своего визита глава МАГАТЭ посетит Южноукраинскую, Ровенскую и Чернобыльскую атомные электростанции для развертывания миссий в составе двух экспертов агентства на каждом из этих объектов. Четыре представителя МАГАТЭ уже присутствуют на крупнейшей в Украине Запорожской АЭС. Кроме того, в ближайшие дни команда из двух экспертов прибудет на Хмельницкую атомную электростанцию. По меньшей мере, восемь человек пропали без вести в результате возгорания и последовавшего за ним взрыва на нефтяном танкере в Таиланде. Об этом сообщила газета «Бангкок-Пост». По ее данным, в полицию поступила информация о том, что на танкере произошел взрыв, который был слышен в радиусе нескольких километров. Спустя час возникший на судне пожар удалось взять под контроль. По меньшей мере, 29 человек погибли. Четверо числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах. Об этом говорится в отчете, распространенном Национальным советом по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий. Ненастная погода затронула более 1 миллиона 300 тысяч человек в 14 регионах республики. По меньшей мере, 14 тысяч граждан заранее покинули свои дома. 12 человек получили различные травмы. В 14 регионах республики зафиксировано более 1 тысячи инцидентов, связанных с ударом стихии, среди которых наводнения и оползни. Население Китая в 2022 году начало сокращаться впервые со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 годы. Согласно опубликованному докладу Государственного статистического управления Китайской Народной Республики, к концу прошлого года население страны сократилось на 850 тысяч по сравнению с 2021. За год в стране родилось около 9 миллионов человек, умерло около 10 миллионов. В 1980-х годах Китай проводил политику «одна семья, один ребенок». В 2015-м власти разрешили парам иметь двух детей, а в 2021 году – трех. Многие местные власти сейчас сводят меры по поощрению семей к рождению детей. Политики признали, что население стремительно стареет, в экономике не хватает рабочих рук. К концу 2022 года численность жителей городских районов Китая составила более 900 миллионов. Скрывавшийся почти 30 лет от правосудия главарь итальянской мафии Мессина Динара, который был арестован 16 января в частной клинике в Палермо, не был единственным главарем сицилийской мафии Коза Ностро. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Палермо. По его словам, Динара был сразу помещен в особо строгие условия заключения. Матео Мессина Динара никогда не считался единственным лидером Коза Ностро по целому ряду причин, которые многим известны. Но он играл основополагающую роль внутри мафиозной группировки. Динара скрывался от правосудия в разных частях страны. Между Трапони и Палермой, естественно, был объектом расследования. Арестованный накануне босс сицилийской мафии Коза Ностро Матео Мессину Динара был одним из самых опасных и разыскиваемых преступников Италии. Полиция шла по его следам на протяжении 30 лет, начиная с 1993 года. 16 января он был схвачен в одной из частных клиник сицилийской провинции Трапони. Динара был приговорен к пожизненному сроку за убийство и организацию терактов на Сицилии, в Риме, Флоренции и Милане. В 2020 году суд признал его причастным к организации убийства двух судей в 1992 году. А теперь к событиям в экономике и с ними нас ознакомит Анастасия Панарина. В мировой экономике ключевым событием во вторник станет открытие первого делового дня Всемирного экономического форума. В Давосе выступит председатель Еврокомиссии, премьер Испании, президент Польши и Литвы. В то же время 17 января пройдет совет по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза. Его участники обсудят экономические и финансовые последствия войны в Украине и решения, принятые в рамках Фонда восстановления и устойчивости ЕС. Между тем, для европейского рынка актуальными станут данные по рынку труда Великобритании и индексу потребительских цен в Италии и Германии. В последней стране также выходят индексы текущих экономических условий и экономических настроений. Будет опубликован общий индекс экономических настроений в еврозоне, и в течение дня запланирован доклад руководства Европейского Центробанка. В западном полушарии выходят данные по индексу потребительских цен и иностранным инвестициям в ценные бумаги Канады. В США ожидается публикация ежемесячного отчета ОПЕК по рынку нефти, включая перспективы его развития на предстоящий год. С докладом выступит председатель Комитета Федеральной резервной системы США. Ближе к утру огласят индекс делового доверия в Японии, а также выйдет доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции. В индийском городе Пуна проходит первое заседание рабочей группы Большой двадцатки по инфраструктуре. На встрече обсудят инвестиции в нее и развитие инфраструктуры как класса активов. Наконец, 17 января начинаются продажи первой электрифицированной версии культового спорткара Chevrolet Corvette. Он будет носить имя E-Ray Hybrid и иметь восьмицилиндровый шестилитровый мотор. Документ о сотрудничестве, подписанный между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией в отношении развития и передачи зеленой энергии, а также реализации проектов и мер, которые обеспечат, чтобы Азербайджан был источником коридора зеленой энергии, находится в стадии реализации. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Первис Шахбазов во время встречи с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухаилом Мухаммедом Аль-Мазруи на полях недели устойчивого развития в Абудабе. Министр также подчеркнул, что энергетика занимает важное место в отношениях сотрудничества, что придает отношениям между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами стратегическое значение. Министр Шахбазов также коснулся сотрудничества азербайджанской нефтяной компании «Сокар» с компанией «Маздар» из Объединенных Арабских Эмиратов. Главным приоритетом Азербайджана на данный момент является производство электроэнергии и водорода из богатых возобновляемых источников энергии, их интеграция в энергетическую систему страны, их транспортировка на большее количество европейских рынков и строительство необходимой инфраструктуры. «Маздар» является для нас важным и надежным партнером в реализации этой многогранной деятельности. Министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов в свою очередь подчеркнул важность тенденции установки возобновляемых источников энергии в мире. Также он рассказал о необходимых факторах для развития этой области и целях его страны в отношении зеленой энергии. Объединенные Арабские Эмираты придают большое значение электрическому сотрудничеству с Азербайджаном в контексте «Братства», указал министр, и выразил поддержку своей страны в реализации совместных мегапроектов. В 2024 году геополитическая напряженность будет по-прежнему влиять на глобальную экономику. Такого мнения придерживаются экономисты Всемирного экономического форума. По данным доклада WEF, в 2023 году будет наблюдаться глобальная рецессия. Для треть опрошенных экономистов считают, что рецессия в текущем году вероятна. 18% из них оценивают ее как крайне вероятную. Маловероятную рецессию считает треть опрошенных службами WEF-экспертов. Отмечается, что экономический рост в 2023 году в Европе и США будет слабым или очень слабым. А мнения насчет динамики экономики США поделились примерно поровну. Далее 57% опрошенных экономистов форума считают, что уровень инфляции в Европе будет высоким. Еще 5% ожидают ускоренной инфляции в Китае. Большинство экспертов также уверены, что в 2023 году Центральные банки Европы и США продолжат ужесточать кредитно-денежную политику. Ранее Всемирный банк ухудшил свой прогноз роста мировой экономики на 2023 год до роста на 1,7%. Большинство респондентов считают, что затраты на энергию и продукты питания будут продолжать оказывать негативное влияние на домохозяйство как в странах с высоким, так и в странах с низким уровнем дохода. Нынешняя высокая инфляция, низкие темпы экономического роста, большая долговая нагрузка и высокая степень глобальной фрагментации сокращают стимулы для инвестиций, которые необходимы для возобновления экономического роста и повышения уровня жизни уязвимых слоев населения. В перспективе Азербайджан станет одним из центров возобновляемых источников энергии. Об этом говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия недели устойчивого развития в столице ОАЭ Абудаби. По словам главы государства в Азербайджане, у этой отрасли есть огромный потенциал. Развитие возобновляемых источников энергии позволит диверсифицировать экспорт и создать новый экологически чистый сектор экономики. По информации президента Азербайджана, потенциал ВИА в стране составляет 200 гигаватт, в том числе 27 гигаватт ветровой и солнечной энергии на суше, 10 гигаватт ветровой и солнечной энергии на освобожденных территориях, 157 гигаватт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря. Для реализации всех проектов необходимы экспортные маршруты. Пописанное между МАЗДАР и Национальной энергетической компанией Азербайджана СОКАР, соглашение направлено на разработку проектов ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 4 гигаватта. А среднесрочные проекты позволят увеличить этот объем до 10 гигаватт, констатировал глава государства. Несколько лет назад БИПИ объявила о своей новой стратегии, которая включает в себя развитие бизнеса в сфере альтернативной энергетики, что мы и наращиваем из года в год. Здесь мы представлены не в первый год, это одно из основных событий в регионе в сфере зеленой энергетики этой недели. И очень приятно, что Азербайджан тоже очень активно присутствует на этой неделе здесь. Так как планы Азербайджана и планы БИПИ совпадают, мы называем эти планы по Energy Transition, мы активно ищем пути сотрудничества с Азербайджаном. Этот диалог продолжается, и мы надеемся на то, что в скором времени мы добьемся определенных успехов в этом направлении. Мы тесно работаем с крупными игроками на рынке электроэнергетики, обеспечивающими энергоснабжение при помощи непосредственного использования солнечной энергии. Мы продвигаем молодые компании, занимающиеся интеграцией использования солнечной энергии, так как на сегодняшний день это направление является одной из самых важных сфер. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном, развитие деловых отношений, так как это быстро развивающаяся и перспективная страна. Казахстан планирует создать привлекательные условия для инвесторов в возобновляемые источники энергии. Об этом сообщил президент республики Касым Жомар Токаев. По информации пресс-службы главы государства, выступая накануне на саммите недели устойчивого развития Абудаби, президент Токаев проинформировал участников форума о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в Казахстане. Обилие ветра и солнца, а также обширная территория нашей страны могут сделать Казахстан лидером в секторе возобновляемых источников энергии, способным внести свой вклад в глобальные усилия по защите климата. В связи с этим мы совершенствуем нормативно-правовую базу, создавая наиболее привлекательные условия для инвесторов. Также президент Казахстана отметил, что к 2035 году в республике будет введено в работу мощностей ВИА на 6,5 гигаватт. По его словам, еще одним перспективным направлением является зеленый водород. Также Токаев привел слова международных экспертов, которые считают, что Казахстан может войти в десятку крупнейших экспортеров водорода. Президент напомнил, что страна приняла на себя долгосрочные обязательства по достижению углеродной нейтральности и одну из первых ратифицировала Парижское соглашение. Вслед за этим они сформулировали амбициозную, но продуманную политику, которая направлена на диверсификацию экономики и продвижение возобновляемых источников энергии и устойчивых технологий. По состоянию на ноябрь 2022 года в Казахстане доля зеленой энергии в общем объеме выработки составляла порядка 3%. К 2030 году планируется рост этого показателя до 15%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова